И вообще я ничего не понимаю, почему я должна уезжать? Ты о чем? На работу мне второго. Днем мы с тобой можем погулять, сходить в Эрмитаж. Не все современные молодые люди поймут диалог главных героев культового фильма. Сегодня все привыкли отдыхать в январе 8 дней, но еще недавно все было по-другому. Официальный выходной был лишь 1 января, и он появился не сразу. Еще до революции 1 января в России был нерабочий день. Но первые годы после, когда в стране существовал негласный запрет на праздник, люди выходили на работу в первый день Нового года. И только в 47-м в стране появился зимний праздничный выходной. А позже, уже в начале 90-х, и 2 января превратили в красный день календаря. Первые январские мини-каникулы появились в 2005-м. Тогда выходных дней стало на три больше. На работу выходили 5 января. А полноценно отдыхать 8 дней, как ныне, страна начала 7 лет назад. С тех пор споры о том, полезны ли такие каникулы или вредны, не утихают. У психологов тоже нет однозначного мнения. Человек именно ровно 10 дней только адаптируется к отдыху. То есть, вот он адаптировался к отдыху и ему на работу. То есть, это такой психологически сложный момент. Я за 31-е точно за, именно потому, что это продляет ожидания чудес каких-то новогодних. Потому, что когда ты с работы бежишь домой, там тебе надо хотя бы переодеться, то тогда вот нет этого предвкушения праздника. Выходных много не бывает. Уже 6 регионов России приняли решение сделать 31-е выходным. Это Крым, Томская, Псковская и Кировская области, Ставрополье и Карачаево-Черкесия. Запустили народное голосование по этому поводу и в Свердловской области. В Самаре решение должны принять в течение 10 дней. После публичных обсуждений с руководителями и общественниками. Это инициатива губернатора Дмитрия Азарова. Мнение жителей тоже учтут. Я считаю, можно сделать, да. Да, наверное, и нужно. А почему? Ну, потому что люди уже расслаблены, уже праздники все. И большинство уже работают так, символически. Да, конечно, надо. А зачем, как вы считаете? Ну, потому что это праздник же все-таки. Новый год, надо отпраздновать. Если дети будут работать, они уже не смогут прийти помочь. А если они будут выходные, то они придут, помогут, все будет хорошо, все будет окей. Я думаю, да. А зачем бы нет? Ну, праздник все-таки приготовится. Можно встретиться с близкими перед новым годом. 31 декабря может стать официальным всероссийским выходным. С такой инициативой выступили депутаты Государственной Думы. Но если и будет принят соответствующий закон, то случится это уже в 2020 году. Мария Левина, Николай Епифанов, Максим Гусев. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова